Здравствуйте, студия Аскар Басыров и это Мировые Новости. Всемирная Организация Здравоохранения, ну или просто ВОЗ, отказалась назначать президента Зимбабве Роберта Мугабе послом доброй воли по неинфекционным заболеваниям в Африке. Об этом говорится в заявлении главы ВОЗ Тедроса Гебриусуса. Мы должны вести настоящую, непримиримую, ожесточенную борьбу. И она должна быть борьбой всей нашей жизни. Напомним, что ВОЗ выбрала президента Зимбабве послом доброй воли 21 октября. Объявляя о решении организации, ее глава описал Зимбабве как страну, которая борется за предоставление всем жителям равного доступа к услугам здравоохранения. Но этому решению неожиданно воспрепятствовали правозащитники и политики. Они напомнили, чем же так знаменит Мугабе и какое место он занимает в мировом списке диктаторов. Ну и так предъявили по мелочи. Мол, под его управлением система здравоохранения и экономика Зимбабве была разрушена, а его светлейшество сам ездит на лечение за границу. Ну и глава ВОЗ не выдержал и сдался под напором общественности. Посоветовавшись властями Зимбабве, никто, правда, до сих пор не понимает, почему, назначение Мугабве послом доброй воли было отменено. Мужик сказал, мужик сделал. Все-таки слабохарактерный человек этот глава ВОЗ поддался общественному мнению, то ли дело в России, сколько бы ни говорили злые языки о ненаучности докторской диссертации министра культуры Мединского, комиссии всякие созывали, а он ничего, держится, потому что работать надо, некогда отвлекаться на всякие глупости. И Мугабы, и Мединские это хорошо понимают. Продолжение следует...